Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение статей из журналов, глав из книг и прочих материалов из моей психиатрической библиотеки. В данном аудио-видео отрезке речь идет о статье ординатора Московской психиатрической клиники доктора Михаила Осиповича Гуревича «Случай огнестрельного ранения черепа». Работа напечатана в журнале «Невропатология и психиатрия» имени Сергея Сергеевича Корсакова, книга 4, Москва, 1906 год. Итак, «Случай огнестрельного ранения черепа». Ввиду казуистического интереса, представляемого поранениями головы с последовательными нервными и психическими расстройствами, мы позволяем себе привести здесь описание случая, бывшего под наблюдением Московской психиатрической клиники. Дело идет об офицере «С» 52-х лет. Из наследственных антецедентов известно только, что мать больного страдала психическим расстройством последние годы жизни, умерла 53-х лет. Отец больного, а также деда и бабки его по отцу и матери были здоровы и долговечны. Наш больной родился в срок, развивался правильно, всегда был очень хорошего здоровья, учился хорошо в кадетском корпусе, был прилежен, трудолебив и обладал хорошими способностями. Молодым офицером участвовал в русско-турецкой войне, ранен не был, вернулся здоровым, возмужалом в возрасте, отличался ровным и спокойным характером, вел правильный образ жизни, женат, дети здоровые. На Льюис никаких указаний алкоголем не злоупотреблял. Весной 1903 года страдал упорным насморком и зубной болью. Лечиться не пришлось, так как в это время был отправлен на Дальний Восток. Там участвовал в нескольких сражениях. 2 июня 1904 года под Вафангоу тяжело ранен голову. Доставлен в бессознательном состоянии в ближайший лазарет. В таком же состоянии перевезен в Тиелинский госпиталь, где при поступлении 6 июня отмечено, левое глазное яблоко размажено, психика угнетена, почти не говорит и не понимает окружающей обстановки. 9 июня произведена энуклеация бульби, то есть удаление глазного яблока. Вынуто два осколка костей из внутренней части нижней стенки глазницы. А 16 июня вынута шрапнельная пуля из-под кожи жадней стороны шеи позади левого сосцевидного отростка. Постепенно сознание прояснялось, общее состояние улучшалось, но оставалась правосторонняя гемиплегия, парафазия, алексия, аография, значительная потеря памяти. В июле больной отправлен в Харбин, где поступил 14 июля в первый госпиталь. Здесь, кроме приведенных дефектов, отмечено в скорбном листе следующее ослабление памяти к недавним событиям. Упрямство, обращение со всеми поребячески, называет все предметы уменьшительными именами, говорит, что всех любит, всех целует, капризен, часто плачет, иногда бьет служителей. Во времени и пространстве ориентируется в левом глазнице грануляции. 29 июля эвакуирован в Россию. 17 августа поступил в психиатрическое отделение Московского военного госпиталя. В общем, тот же статус, как отмечено в Харбине. Только имеется еще указание на идею величия эпизодического характера. Он генерал, имеет Георгия двух степеней, в хороших отношениях с Коропаткиным и так далее. Коропаткин – это генерал, командующий армией сухопотной. В московском госпитале больному очень не нравится. Он не хотел оставаться среди душевно больных, и жена дня через два взяла его домой, в город Р. Жена нашла больного очень похудевшим, постаревшим и осунущимся. Он был слаб, легко расстраивался, всякий шум на него действовал, вызывал боли в голове. Дома больной начал было постепенно оправляться, стал бодрее. В середине сентября, однако, состояние больного снова стало ухудшаться. Как говорил сам больной, и как думает жена его, на него скверно влияла наступившая более холодная погода. Появились боли в голове на стороне раны, больной стал слабеть, с трудом ходить, его стало все раздражать, он не мог выносить малейшего стука, часто плакал. Появилась сонливость. Что касается места самой раны, то, кроме небольшой болезненности, временами усилившейся от холода, она ничем не беспокоила. Выделялось лишь немного гноя из глазницы. Гнойный насморк продолжался. В конце сентября больной был помещен в Московскую госпитальную хирургическую клинику. Произведенным исследованием с помощью X-лучей, то есть рентгена, не констатировано нахожение в черепе пули или каких-либо осколков. Диагностирован гайморит, лежащий в основе гнойного насморка. Ввиду того, что в данное время хирургическая помощь больному была не нужна, он был переведен 2 октября 1904 года в психиатрическую клинику. Статус. В глубине небольшая щель, выделяющая небольшое количество гноя. Вся левая, соответствующая поражению, сторона черепа очень чувствительна к холоду. Прикосновение к ней больному неприятно. Стук, шум, громкий разговор болезненно отдаются на той же стороне черепа. У больного довольно заметный гемипорез. Правая рука и нога слабее левых. Сила левой руки по динамометру 35, правой 25, хотя больной правша. Правую ногу при ходьбе больной немного приволакивает. Коленные рефлексы на левой ноге нормальны, на правой сильно повышены. Правая носогубная складка сглажена. Гиперэстезия всего тела болевая и тактильная, а также по отношению к холоду. Подробное исследование чувствительности почти невозможно, так как весьма неприятно для больного. Дно глаза нормально, поле зрения сужено сверху. Зрачок реагирует на свет, читает больной правильно, с очками у него пресбиопия, но очень медленно, почти по складам. Явления атрофии нет, пишет под диктовку правильно, почерк неуверенный, видимо измененный, ввиду слабости правой руки. Пропусков нет, речь расстроена, она похожа на детский репет, отдельные слова изменены так, что больной произносит вместо твердых гласных мягкие, также вместо твердых окончаний мягкие. Например, в «плакал» говорит «плякаль». Правильно же произносение другими слова, правильно же произнесенное другими слова, хотя бы данное в трудное, больной повторяет безлукоризненно. Кроме изменения в произношении слов, у больного имеется еще явление амнистической афазии. Он располагает лишь незначительным запасом слов, что сильно затрудняет его в разговоре, заставляя употреблять описательные обороты. Существование при том же парафазии делает речь больного часто малопонятную. Произносимое другими больной понимает хорошо. С больным нередко случается во время разговора, может быть, в связи с волнением припадки, выражающиеся в следующем. Он хватается вдруг за голову, говорит «Ай, меня схватило» или что-либо в этом роде, закрывает глаз, отваливается на спинку стула, как бы в изнеможении, перестает отвечать на вопросы, через несколько минут все проходит. И больной продолжает разговор. Больной объясняет, что его как бы что-то схватывает в голове со стороны раны, причем он не может двинуться, не может говорить, но все слышит и понимает, что говорят кругом. Следовательно, по-видимому, не теряет сознание. Каких-либо судорог, подергиваний, прикусывания языка во время этих припадков при поступлении в клинику у больного не наблюдалось. Дальнейшее пребывание больного в клинике в течение семи месяцев показало, что отмеченные в статусе нервные расстройства являются стойкими. При этом, однако, речь несколько улучшилась. У больного увеличился запас слов, и он стал говорить более понятно. Относительно припадков удалось пополнить прежние наблюдения следующим. Припадки бывали то очень часто, по нескольку десятков раз в день, то в течение многих дней совершенно отсутствовали. Учащение припадков всегда сопровождало ухудшение общего состояния больного, усиление болей, общая слабость, ухудшение настроения. Иногда припадки случались на ходу. При этом больной никогда не падал, только останавливался, закрывая глаза, и когда припадок проходил, он продолжал идти. Продолжительность припадков от 1-2 минут до получаса. Временами припадки сопровождались судорогами, клоническими и тоническими, мышцей лица, шеи, рук, ног и туловища. Иногда бывали судороги лишь левой стороны и лица и шеи, но если они распространялись на туловище и конечности, то резкого преобладания на какой-либо стороне не замечалось. Наблюдалось выгибание туловища дугой. Что больной, по крайней мере, в громадном большинстве случаев не терял сознание, видно из того, что он помнит о своих припадках, может рассказать, что в это время говорилось и делалось около него. Больной сам пожаловался, как у него во время припадка сводило шею, руки, поднимало туловище и тому подобное. Что касается психики больного, то и с этой стороны уже при поступлении в клинику можно было отметить довольно резкие дефекты, которые, как показало дальнейшее наблюдение, оставались стойкими, несмотря на колебания в общем состоянии больного. Больной с ясным сознанием хорошо ориентируется во времени и месте, поведение его обычно правильное, но когда он начинает волноваться, то выясняется, что он в сущности не вполне понимает свое положение. Когда он, например, пожелает вдруг уйти из клиники, то не может понять, как этому может кто-либо препятствовать. Не может он также понять цели неврологического исследования, считает его даже для себя почему-то оскорбительным. Интереса к окружающему он обнаруживает мало. Охотно рассказывая о военных действиях, в которых участвовал, он в то же время не интересуется дальнейшим ходом войны. Память недавних событий весьма плоха. Более же давних, по-видимому, достаточно хороша. Настроение больного крайне изменчиво. Обычно оно хорошее, большой, больной любит поговорить, добродушен, но стоит ему вспомнить о чем-либо печальном, как среди веселого разговора он начинает плакать и обратно. Нередко среди плача и жалоб он случайно вспоминает о каком-либо давнем событии, часто и своей школьной жизни, и начинает со смехом и оживлением его рассказывать. Главным же образом ухудшение настроения бывает связано с болями в левой стороне головы, весьма часто тревожащими больного. В это время он становится чрезвычайно капризен, придирчив, плаксит, ему все не нравится, требует, чтобы его отпустили домой. Нередко эпизодически у больного появляются бредовые идеи, главным образом преследование. Он боится, как бы его не отравили. Думает, что в его комнату впускает ядовитый воздух, повышает искусственно в его комнате температуру. Особенно подозрительно относится к координатору отделения, впервые возбудившему недоверие больного неврологическим исследованием. С какой целью его хотят погубить, больной не может объяснить, и вообще бред его не склонен к систематизации и развитию. По полученным от родных сведениям, состояние больного и в настоящее время остается без резких изменений. Таким образом, мы видим, что у нашего больного, не отягощенного ни наследственными, ни личными антицедентами человека, пользовавшегося всегда хорошим здоровьем, развился ряд изменений нервных и психических после ранения черепа. Стойкость этих симптомов, в частности, строгая в соответствии с ряда явлений со стороны нервной системы, месту травматического поражения мозга. Пуля вошла в левый глаз, вынута позади левого процесса с мостоидус. Все это не заставляет сомневаться, что мы имеем дело здесь со страданием, субстратом которого служит анатомическое изменение нервной ткани, в частности, повреждение передней части заднего отдела внутренней капсулы левого полушария. Психическое расстройство, имеющееся у нашего больного и выражающееся в ослаблении памяти и интеллекта, слабодушии, потере интереса к окружающему, наклонности к образованию несистематизированных и несклонных к развитию идей преследования, дает картину слабоумия, которое вполне также может быть объяснено существованием анатомического поражения мозга, деменция и лезионы органика церебры, то есть деменция с органическим поражением мозга. Особого рассмотрения требует имеющийся у больного интересный симптом, столь часто повторяющиеся у него припадки. Ввиду травмы черепа, прежде всего, конечно, является мысль, что это припадки джексоновской эпилепсии, причем, ввиду того, что припадки по большей части выражаются лишь болевыми и вообще неприятными ощущениями сжимания в левой стороне головы без моторных явлений, пришлось бы признать существование в данном случае местной эпилепсии сенсориального типа, то есть чувствительного типа или сенсориально-моторного, когда присоединяются временами и двигательные судороги. Однако в нашем случае имеются данные, позволяющие нам склоняться скорее к признанию истерического светлой литургии, а не эпилептического характера припадков. Характерно, что судороги распространяются не так, как нужно было бы ожидать в соответствии с существующим анатомическим поражением. Судороги или ограничиваются левую стороной лица и шеи, то есть на стороне поражения, или же быстро переходят в общие всего тела с выгибанием дугою без заметного преобладания левой или правой стороны и без постепенного перехода с одной конечности на другую в известном порядке. Отсутствие потери сознания вообще одинаково свойственно местной эпилепсии и истерии, но то обстоятельство, что при общих судорогах, как удавалось установить, сознание у больного не терялось, уже говорит против джексоновской эпилепсии, при которой обычно потеря сознания, если больше половины тела принимает участие в судорогах. Таким образом, мы приходим к признанию существования у нашего больного на фоне органического страдания нервной системы, наслоения и истерического, в скобках, травматического невроза. Эта точка зрения подтверждается, кроме характера припадков и некоторыми другими данными, сужением поля зрения, гиперэстезией, пожалуй, и некоторые психические симптомы. Крайняя изменчивость настроения, капризность могут служить выражением истерического наслоения на основную картину органической деменции. В общем, следовательно, мы смотрим на больного как на субъекта с анатомическим поражением нервной системы и органическим слабоумием с присоединением явлений травматической истерии. Вот такая статья, небольшая, будущего профессора, завкафедры, кафедры психиатрии Гуревича. В момент написания этой статьи он был лишь ординатором, но впоследствии стал известным советским психиатром, заведовал кафедрой. И после войны ушел в отставку, или вернее его ушли, поскольку он был лицом еврейской национальности, это где-то в 1953-х годах, когда эти знаменитые, скажем так, дела врачей было и так далее. И в возрасте 75 лет он вскоре после этого и умер. Ну хорошо, на этом я заканчиваю чтение этой статьи. Благодарю вас за внимание и до следующих встреч в следующем чтении из моей библиотеки.